В своем недавнем интервью телеканалу «Россия-24» Владимир Путин рассказал о поступательном движении НАТО на восток в сторону российских границ и предостерег Альянс от принятия в свои ряды Украины. В противном случае Россия оставляет за собой право на соответствующие действия. По мнению российского политолога Ростислава Ищенко, президент не сказал ничего принципиально нового, поскольку желание Киева вступить в Западный блок известно давно, и это может стать красной линией для Москвы. Путин вполне четко заявил, что принятие Украины в НАТО – это будет переходом красной линии. Но кто сказал, что Украину примут в НАТО? Никто, пояснил ситуацию эксперт. Ищенко полагает, что российскому президенту попросту ни о чем говорить с украинским коллегой. Путин объяснял, почему он не встречается с Зеленским, потому что говорить ни о чем, потому что те темы, на которые предлагает говорить Украина, они Украины вообще не касаются. Он отвечал на распространенные вопросы, а что будет, если Украину примут в НАТО? Ну, если примут в НАТО, будет война, вот что будет, отметил политолог в комментарии политнавигатору. Между тем, к скорейшему вступлению Украины в Североатлантический альянс призвал вице-спикер литовского сейма Паулюс Саударгас. Во время беседы с вице-спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком он отметил, что Запад должен на деле содействовать принятию Киева в военный блок и предоставить украинцам соответствующий план действий. При этом литовский политик поддержал введение новых санкций против России и выразил уверенность в том, что в стане агрессора в ближайшие 10 лет произойдут существенные изменения. По мнению же депутата украинского парламента Сергея Магеры, Украина лишь потворствует западным хотелкам и тратит на эти цели деньги налогоплательщиков, не получая при этом ничего полезного.